итак снимаем в отзыв на инфракрасную панель отопления керамический вареватель укроп укроп керамик 500 номинальной мощностью 500 ватт отопление дополнительные комнаты в квартире 5 этаж 9 9 этажка угловая комната вот это вот смежная комната соседями это внешняя комната наружная то есть стена наружная стена которые холодные ну и лоджии у нас есть 6 секций центрального отопления вот сейчас мы замерим температуру какая там есть у нас так значит пока панель не включенные нажимаем видим до 26 градусов температура поверхности панели это фактически температура в спокойном состоянии так теперь температура в кровати в районе панели 22 и 2 получается на утро она должна подняться как она раньше поднимется не будем снимать на утро изголовья 19 5 видим подушка другая подушка 20 ковер возле 17 наружная стена 16 3 видим до потолок 23 теплые соседи теперь пол 18 4 смежная комната смежная стена соседкой теплой 20 градусов сверху 20 градусов теперь наружная стена 15 7 теперь центральное отопление что нам дает сейчас сейчас 10 вечера кстати 22 июня 22 января 2016 года так 43 градуса 43 градуса дает центральное отопление сейчас посмотрим на нашу панельку так включаем нашу панель ваттметр видим вот отчет пошел времени с верху у нас время сейчас идут секунды здесь показывается количество ватт который потребляет наша панель данном случае 495 416 ватт так напряжение в сети 200 14 215 вольт 50 герц так он будет смирать потребление ваттметр теперь посоединяем терморегулятор сейчас щелчок будет вот видите щелчок это означает что регулятор включил панели сейчас показывать температуру воздуха 22 градуса в комнате на уровне вот от от пола видите на чуть больше метра включаем верхний диапазон температуры воздуха 24 нижний диапазон 23 5 в таком диапазоне у меня будет поддерживаться температура воздуха в комнате в этом месте где терморегулятор терморегулятор это будет поддерживать то есть больше 24 градуса он выключит панель меньше 23 с половиной он включить панель шаг 01 то есть меньше на 23 с половиной это 23 4 23 и 4 градуса тогда панель включается 24 и 1 градус панель выключается сейчас вот видим потребление идет у нас сейчас посвечу если не видно так видите да минута и 39 секунд уже прошло что проверить работает ли панель ваттметр нам показал потребление посмотрим панелька постепенно начинает нагреваться вот видим у нас было 26 перед тем как панель не работала как не работала 26 сейчас 31 4 9 9 сверху 23 131 то есть 34 33 до немножко уже поднимается температура поверхности панели максимальную температура 80 в отдельный случаях 90 градусов так ну и последний момент влажность сейчас в комнате на высоте на картине 34 процента влажность грометр нам показывает у изголовья кровати 34 температуры здесь в изголовье кровати что и 20 23 градуса неполных вот уже 35 влажность есть все показатели замерили сейчас 10 вечера 22 января 2016 года на утро мы замерим потребление это уже утро 22 января 2016 года снимаем потребление от инфракрасной панели сколько она потребила за больше чем 12 часов и так сейчас стимулятор показывает 24 градуса температуру воздуха в комнате и видим на вот метре что панель поработала 13 часов 19 минут вот у нас 24 1 сейчас по идее термулятор должен отключить панели давайте проверим насколько наша панель рабочие ватт метрами измерим температуру поверхности видим 88 90 79 88 97 86 видим что максимально 97 хотя я ночью замерял был показатель был показатель даже 105 градусов в общем средний показатель где-то 93 это 85 89 градусов мы видим что панель работает может интересно посмотреть сколько задний корпус метрических дает 81 81 79 задний корпус не намного отличается 68 71 80 до 80 градусов задний корпус выдает температуру если посмотреть на отражатель показывает 43 53 52 вот теперь стена у отражателя в районе панели 27 29 26 и 5 это смежная стена соседкой посмотрим здесь температуру стены смешно здесь 24 8 4 9 4 8 температура пола 22 22 и 2 потолок 21 еще одна смежная стена 24 8 так наружная стена видимо отличается 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 19 8 5 5 градусов между свежими стенами так район кровати 26 и 1 25 и 1 температура поверхности кровати 25 и 1 только что контактировала с панелью считаю что 26 так теперь вот там край кровати 23 23 и 9 видите да 23 9 считай 26 перепадки до 3 градусов температура поверхности предметов в районе панели и дальше от панели дальше чем 2 метра скажем так ковер у изголовья 20 с половиной сверху 22 23 даже видим что есть конвекция предметы сверху нагревается лучше стена наружные 19 4 так что у нас показывает термометр в районе изголовья пока сейчас 24 с половиной уровень влажности 34 процента 24 с половиной по воздуху даже 24 9 продон по воздуху по ощущениям немножко больше 23 градуса это действительно так есть подтверждаю так здесь вот это 4 и 1 припад видим где-то 0 4 0 5 градусов так что у нас показывает центральное отопление значит я на ночь вышел влажные полотенце вот сейчас она сухое поэтому влажность упала так 46 и 9 46 и 7 45 и 9 в общем среднем 46 градусов показывает центральное отопление вот так что еще на улице на улице сейчас у нас минус 11 градусов а когда я ложился спать где-то было максимум минус 12 градусов вот ну что внесем данные и сделаем анализ вот инфракрасные панели укроп керамик 500 в комнате 11 квадратов угловая комната пятый этаж девятиэтажный дом неутепленная квартира белый кирпич но современные окна забираем терморегулятор и того потребление у нас показывает мы проработала 13 часов 19 минут и потребление у нее 6 киловатт 901 ватт за это время давайте замерим что сейчас покажет нам какие показатели у нас сети сети у нас частота 50 герц так сейчас панель показывает потребление 490 489 ватт напряжение в сети 213 214 вольт вот это килограмм углекислого газа текста только что вот 689 считая 7 килограмм углекислого газа за 13 часов ну кого интересует такой показатель показывает такой но еще с данной внесем таблицу сделаем анализ анализируем четвертый день эксперимента в одной и той же квартире тестирование разных обогревателей а именно инфракрасных панелей обогрева в общем мы тестировали укроп керамик 500 и что у нас получилось у нас получилось что за 13 половиной часов потребление в режиме до обогрева комнаты было на уровне 6 киловатт 900 ватт или 507 ватт в час чтобы сравнить вот этот последний показатель фактически он нам не дает сравнительную характеристику работы каждый каждого обогревателя чтобы сравнить правильно с показателями других дней нужно приравнять условия этого дня вот чтобы не были равными с каким-то другим днем ну допустим если взять температуру на улице 10-12 градусов то есть среднем 11 градусов мороза у нас вот такой день был похожий это день 2 эксперимента 20 января на утро у нас тоже было минус 13 градусов фактически идентичные показатели по температуре мороза за двором поэтому будем сравнивать второй день и 4 день на второй день мы до обогревали комнату двумя панелями теплокерамик тс-370 вот общей площадью теплоотдачи метр двадцать на шестьдесят сантиметров в высоту здесь же площадь была ровно в два раза меньше в четвертый день эксперимента 60 на 60 если точнее вот и мощность меньше 490 на момент замерения но честно говоря там мощность была больше чем 500 где-то доходило до 530 ватт что и говорит нам показатель 507 ватт в час потребления вот вот мощности где-то но получается на 200 ватт была у нас меньше и это в принципе и показала нам то что все-таки и мощность и площадь площадь обогревательной панели влияет на экономию теплокерамик у нас за второй день эксперимента показал в среднем в час 348 ватт потребления а укроп керамик показал 507 ватт потребления видим разницу где-то 150 ватт но нужно еще сделать немножко поправку в сторону укроп керамик то что центральное отопление на утро было 46 и 2 градусов центральный батарей второго дня эксперимента 48 то есть немножко мощнее грили здесь батареи видим на 2 градуса больше были может поэтому и теплокерамик так вот мало взял электроэнергии ну хотя даже сравнивая вот эти вот два градуса мы видим что разница существенная равно было бы разница это 50 ватт но у нас 150 ватт разницы в час что говорит о том что все-таки и мощность панели и их не и их не значит площадь поверхности влияет на теплоотдачу и соответственно влияет на экономию соответственно чем больше мощность и площадь инфракрасной панели тем больше она будет давать экономии нагревает предметы в принципе укроп керамик также эффективно как и теплокерамик то есть мы видим здесь теплокерамика было где-то на 4 градуса повысилась температура поверхностей стен и и на 2 градуса кровати вот кровать у нас тоже в принципе с укроп керамик на 4 градуса видит повышение температур поверхности стен а кровати на 3 вот только вот наружная стена у нас внутри градуса поднялась при теплокерамика на поднялась видим на 5 градусов хотя здесь присутствует центральное отопление поэтому в один градус как бы не в счет фактически одинаково нагревается нас поверхности только с разным расходом электроэнергии вот на этом пока все ждем ваших отзывов и вопросов в комментариях если вам понравилось видео ставить ставьте лайк подписывайтесь на канал ждите новых обзоров спасибо за внимание